Праздновать День Победы в Сочи по традиции начали 8 числа. У застывших в камне медиков, которые во время Великой Отечественной вели свою войну за жизни солдат, собрались ветераны, врачи и медсестры, студенты и школьники. Сочи оставил свой след в истории, на 4 года став городом-госпиталем. Здесь, в перепрофилированных 111 санаториях, в строй вернули более полумиллиона солдат. А после войны Сочи, как главный город-госпиталь страны, был удостоен ордена Великой Отечественной первой степени. Я минометчик, я был на переднем крае линии. Мы всегда медиков чувствовали рядом с собой. Это были самые дорогие для нас люди. Медики – это были необходимые наши друзья, особенно на переднем крае фронта. К памятнику «Подвиг во имя жизни» в знак уважения к подвигу врачи и медсестер возложили цветы и венки. Подобные митинги прошли во всех районах Сочи. Возле памятников, посвященных войне, а их в городе более 200. Вот, например, мероприятие возле монумента солдату-сочинцу в Комсомольском сквере, установленному здесь два года назад в честь сочинцев, которые воевали на полях Великой Отечественной. К памятнику возложили цветы, а в небо выпустили 72 белых шара в форме птиц по числу лет, которые мы живем под мирным небом. Минутой молчания почтили память сочинцев, не вернувшихся с войны, на мероприятии, которые провели на центральном городском кладбище. Здесь установлен памятник павшим воинам. Здесь же захоронены десятки героев войны. Много эмоций. Переполняют эмоции, не можем даже объяснить этого. То, что испытывали наши деды, воевали за нас. Чувствуем гордость за свою страну. 8 мая был отмечен еще одним памятным событием. В Сочи появилась стена граффити с изображением маэстро. Герои фильма в бой идут одни старики. Портрет Леонида Быкова теперь украшает стену пятиэтажки на улице Чайковского. Авторы, уже известные сочинцам по своим стрит-арт-работам, художники из Витебска Глеб Каштанов и Ян Кузьмин. У нас появилось желание сделать подарок городу к такому великому празднику. И персонаж был выбран не случайно. Это скорее выбор наших поклонников и тех, кто следит за нашим творчеством. Это личность, которую просили нарисовать уже давно. На создание этого масштабного произведения ушло две недели и более 100 килограммов краски. Кстати, всеми необходимыми материалами обеспечила мэрия. В городе Сочи живет, проживало более 60 героев Советского Союза наших жителей. И если, например, к следующему 9 мая у нас появится 60 портретов живущих, проживающих в нашем городе жителей, героев Советского Союза, это будет большой вклад в военно-патриотическое воспитание наших молодежи и жителей. Свои мероприятия для сочинцев подготовили и городские парки. В ривьере, например, развернули полевую кухню с горячей кашей и провели концерт для ветеранов с участием творческих коллективов курорта. А еще здесь открылась квест-комната «База 1941». Стилизованный под военную тематику вагончик включает в себя целый набор загадок на тему Великой Отечественной. Это смесь головоломок и заданий в стиле форта «Боярд». Тематика военная, 1941 год, сделали максимальную атмосферу, чтобы человек мог почувствовать, что он попадает в то время, в 1941 год, и что там происходит. Безусловно, главные мероприятия в честь Дня Победы прошли в Сочи 9 мая. Несмотря на дождь, который, кстати, как по заказу, закончился ровно в 9 утра, к мемориалу в завокзальном районе пришли сотни сочинцев. И у каждого своя трагическая история. У меня лично дед погиб, отец был раненый, очень под Москвой. Он прошел войну, потом окончил войну на Дальнем Востоке, на войне с циклонцами. Так что это наша память, и мы должны, конечно, хранить и беречь. Я жила под Москвой, как раз у нас был тыл между Воронежем и Москвой. Вот много раненых было, у нас санкция большая, разбомбили раненых, ухаживали за ранеными. Мы их брали домой, дома они у нас, мы их, как говорится, поднимали, и опять они уезжали на фронт. И вот работали. Мне было 11 лет, когда война началась. Родина осталась наша, и все в порядке. А пришла я сюда для того, чтобы вспомнить тех, кто погиб, и тех, кто вернулся. Из Сочи на фронт ушел каждый третий житель. 5 тысяч человек не вернулись домой. К 9 мая школьники изготовили 18 700 магнолий по числу сочинцев, ушедших на фронт. Свою белую магнолию победы получил каждый из ветеранов. Главные герои победы и почетные гости митинга памяти. Сегодня наши воины, наши победители, труженики тыла, вдовы, наши участники боевых действий все делают для того, чтобы передать свой подвиг, свое воспитание подрастающему поколению. И спасибо им за это. Их здоровье, их долгодетие. Сегодня нужно нашему подрастающему поколению, нашим внукам, нашим детям, для того, чтобы они могли вживую видеть победителей и гордиться этим. К вечному огню идет нескончаемый поток людей. Несут цветы и венки – ветераны, военнослужащие, правоохранители и просто благодарные сочинцы. Всех возрастов идут целыми семьями. Еще более масштабная акция «Бессмертный полк». Во всем крае в этой акции приняли участие 520 тысяч человек. В Краснодаре – более 100 тысяч. «Бессмертный полк» на театральной площади приветствовали губернатор края Вениамин Кондратьев и мэр города Евгений Первышев. В ответ прозвучали поздравления. В колонии люди пели песни военных лет. С краснодарцами глава региона вместе с племянницей дошли до вечного огня и почтили память тех, кто не вернулся с войны. Ну а по всему Сочи в акции приняли участие около 70 тысяч сочинцев. Для сравнения, в прошлом году участников было на 30 тысяч меньше. По курортному проспекту жители прошли целыми семьями, неся в руках фотографии своих близких – участников Великой Отечественной войны. Ну это дань памяти о них, просто-напросто. В первую очередь, чтобы дети наши теперь уже приучались к этому всему. Смотрели, видели, понимали. Мы хотим помнить и своим детям передать, чтобы они помнили то, что сделали наши деды. А уже поздно вечером в Сочи зажглись свечи памяти. Колонна прошла от северного мола морского порта до южного с зажженными свечами и лампадами в руках. В акции приняли участие сотни людей. Это дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Ну а завершилось празднование 9 мая в Сочи праздничным салютом. В небе над городом расцвели сотни огненных цветов в честь 72-й годовщины Великой Победы. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.